итак приветствую вас дамы и господа и добро пожаловать в вечернюю трансляцию по и свинтелло и дружка уставший чайдушку спал тупо уснул просто легкий в снов прям совсем здравствуйте сбок здравствуйте фиры здравствуйте птио здравствуйте лжи здравствуйте карбинович здравствуйте транзит вы здесь правильно прочитал приветствую голов и как же ты проснулся телефон услышал издалека и воню здравствуйте капитан фигура да 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 и так не заходил еще youtube лагают падла у меня кто платил еще за для начала то может и договоримся youtube зараза еще были весел а 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 a и и att and i а и вы живы я это запустил скин и заработали так все я жив вроде бы местами youtube заработал тем кого это более интересный чем гудгейм вот вич тоже заработал что еще а до новости кстати с первым днем зимой вас если уж на то пошло здравствуйте алекс сэвен дей лонг вышел лонг гон вернее пока цинке положительно о блин она вышла три часа назад это управление отвратительно машина под контроллер заточена кто его знает а здравствуйте сафронович здравствуйте вайландс нормально лучше разобрали память прохождения всех культов рпг при проходите 5 и этого не дано там по блин ского отвалить надо забытку видушка не такого так так это классические игры то есть вместе пяти процентов спасибо тебе стим здравствуйте новая опять лопинь судьбы обновляется так удаляем влево все мы живы работаем а нет еще не работаем еще три процента давай делаю это а а а а и тетя за на вот пациент можно испать потихо идти про просторы бродящих корабли рассказывает еще рано в горы сегодня что-то как-то не очень такой в теме давайте завтра я расскажу про просторы бродящих кораблей сегодня да пройдем кш-кш-кш кш-кш сегодня да пройдем а там дальше не стала брать графика что-то напоминает бордерлендса водка какой-то это цел секшен как бы о том как же не знаю посмотрим а ну замечательно и то есть только мы зашли а тут сатана как бы спасибо вильзеву опять забыл жесткий прикид на мне то элитные красные доспехи поглотителя девять тысяч драконьего пламени и и смотри сияет и голова черная прям муа как смеешь ты входить во владение маркета я жиката могущественный король саламандр ты жестоко поплатишься за вторжение ох мастер ты был прав я уже ухожу договорились нет малявка ты умрешь как и все остальные подойти ближе ощути жар души моей на своем лице пока не поглоти пока он не поглотил тебя я окай мой ready мне а че такое а я что что а а че никто нам по голове пить не будет серьезно прям вот сразу вот так вот какие то вы неправильные фу 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 на вас м м м м и см м м м м ин в Где они? Ну что, зайдём? Я? Ну, нормально, мухолову в большинстве по лицу тут же получу. Можно рассказать о багах ДНД и взаимодействие с слабым, сильным, половым. Понимаете, что багов, как таковых, в ДНД, вышли несколько сотен. Несколько их сотен. То есть там, как минимум, сейчас есть пять пантеонов основных. И, блин, в каждом из этих пантеонов есть свои боги. А там ещё сдохнуть можно, есть ещё плонарные боги. Тем более, какой там панте. Ты же любишь перебить информацию, это тебе по плечу. Это-то мне по плечу, но, блин, информация там такая довольно специфическая. Да, в основном, всякие... Ну, в общем-то, определённо только боги играют. Остальные как бы так просто есть. Здравствуйте, Сокизуэ. Ааа, осторожно. Кургомсалопандры, если видят, убьют тебя. А ты кто? Я Гвела, Гвела, жрец. Бурые увольни и малавона поймали меня и возвращили сюда работать на рудниках. Мне нужно вернуться к своему народу, иначе многие умрут. Как печально, прощай. Давай помогите выбраться отсюда. Жестокие Саламандры и их король Шиката постоянно следят за нами. Победи их, и мы сможем бежать. Давай. Кто с кем спит? Ну... По-моему... Как бы, кто с кем спит, это только Сун и Лотандр. Как бы. Лотандр пытается Сун переспать. Или не пытается. В принципе, и всё. А с кем боги мутят и смерть, я понятия не имею. Ух. Ух. Это футен Мусы. Может. А. Ух. зараза здравствуйте вот пока счет дальнего пространства и тамошних обитателей много ли по информации каких редакциях есть и данный момент дальнего пространства вы про пленске что ли дальнего пространства про пленскейп в основном где-то стройки говорилось там по крайней мере про всяких таких могучих планарных парней да ё-моё все равно добили а а про форрил про форрил бы они к сожалению не знаю в роли а в крат который не могут точно сказать а нет этот этот сеттинг я вообще не знаю я понятно что он таки закончился но как с этим но я не знаю то есть великая космологическое древо это фу-фу серьезно великая космологическое древо по типу икдрасили не знаю здравствуйте дарик здравствуйте денис я форс кейп я к с этим форс кейп совсем не сталкиваюсь и к сожалению что поделать как то по нему информация видимо не распространена особо срывушка от гэдэ да стрелы кончаются что да что 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 как их ненавижу она да и среди когда типа вселенная которая была то и по сути по нему никакой конкретной нифы нет только так крохи а ты что-то только готовится тогда интересно видимо поэтому я ничего не встречал поэтому по этому поводу в огромную кузню в огромную кузню пошли в огромную кузню здравствуйте алекс опаньки а вот тебя дружище совсем не ждал настройки упоминаются упоминаются крохами тогда это странно на самом-то деле либо какая-то интрига дофига интересная готовится либо либо я понятия не имею возможно не к magic заказы рек пытаются присоединиться со своим фарарем стой ты в каком отдела мое дело убивать я обслужу твоих тебя первым человеком да неужели тогда тебе придется обслуживать еще и моих братьев всех моих братьев отличная идея папы в сфере в сфере да 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 что шутки про мамка к вот хватит я бы его слушать твой трек сейчас и захлопну твой упасть от это будет весело как-то пошло партия злая практически все хаотик злые чему удивляетесь что пошло днд сетинг сам по себе и слабенький блин ну 54 алену блин огненный великан как бы не и братьев то действительно много ускоряемся странно что они мне огнем не и фига чик пытаются Все, работаем. Слова силы молчи, конус нет, тучка-вонючка нет, храбрость или отвага. Да, бокс-тапа великан, но-то весело. Отступай. Так, это нам не поможет, хил. Гармония битвы. Отступай, отступай. Девы Илмадия, господи. Ой, мухолова расщепила. Зараза. Слишком серьезный противник, особенно без бафа. Так, хорошо, поехали. Так, будем серьезно. Комни-кожа. Блэс. Заспехи веры. Что теперь? Комни-кожа, не обузданный список, эфиры неувязвимостей, подействуя на защитного барьера. Поэтому, комни-кожа, я на себя сейчас не прокину, а вот, зараза. Или прокину. Что-то не забыло. По-моему, уровень волос был. Я прокинул. Нормально, хватило. Так, хоста. Дорогие оружие. Гармония в бою кустанем. Оллот. Отвага. Да, я убью. Да, я вижу. Я приеду. Повторяйся! Кто любит тебя? Мир Дуркс! Ты хочешь меня? И, в принципе, всё. И только второе свинелы проходил полностью. Сэй, ушка. Люблю обаффанную партию. Ап! Зараза, как мне писать, что раса нету? Да. Как же ты не будь хоть дикому логу, прям навекать, что готов сделать гадость. Это, блядь, что... Я на мою руку. Я на мою руку. Да, это то, блядь. Таидицкая сибалин, как же. Таидицкая сибалин, как же блядь. Меня достанет и я сейчас начну дикую магию прям по полному использовать. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. ой мои познания в овер божествах скудно следующий heart of fury да но сделал для персонажа 13 то есть если это нг плюс по сути говоря янтаре откуда скреты шли от урона выдают 200 процентов что поделать а почему то задумано бэдди я лагинар Доктор, нам нужен отсос. Меня больше всего убивает в этом моменте то, что... Рассы в меня его нет. Отдать все в пути. Отступаем. Нужно перебавить. Быстрее. Да, правильно. Я обниму. Дайте я угадаю, у нас что-то не получилось, да? Дайте я, Чува! Пойди на это! Да, это легко. Да, я на мой пути. Да? Инсерсор, пульсор, эмпириум. Я си. Я си. Я си. Я си. Фух! Маг, встань! Вот нифига на самом деле, это просто анимация. Тикий же маг! Чего вы его от него ждёте? Составной заспех, щит какой-то. Сейвушка. Так. Жрец-маг Вейрон, а тут, кстати, плохо. О, это... Так, а теперь давайте посмотрим, что нам досталось. Моргеншторм плюс один. Доспех Черного Лебедя. О! О! Этот доспех изготовили двор в кузнец Гарадор и эльфийский маг Аламад из пяти деревьев. Много чудесных вещей увидело свет со времен союза между рукой солдарин и пещерами Дорна. Однако один из них, этот доспех, чрезвычайно лёгкий и красивый. Эта броня принадлежала эльфийской военачальнице затрезанной руки. В этом морге не забрали её, когда разграбили башню. В последствии доспех украли из руки Девы Эл-Мадия. Жальский доспех. Черная на мухолово. Пфф, нормас. О, подходит. Купающийся в крови. Плюс четыре. Херас Крас наносил этот кровавое красное ладо все долгие годы, что сразался во имя церкви Темпуса. Он родился близ Калаунта, в простой крестьянской семье. Ещё в юности подался в горы, чтобы стать наёмником. Набравшись опыта, Херас стал странствовать с разными группами искателей приключений. Со времён, несмотря на свои многочисленные победы, Херас стал чувствовать отвращение и ужас при виде крови. В конце концов, его страх вырвался из-под контроля, лишив его рассудка. Жрецы Темпуса нашли огромного воина и взяли его под защиту. Они надеялись, что смогут избавить его от страха. В последние годы Херас изучил боевые обычаи церкви Темпуса и в конце концов сам стал жрецом. Последним шагом на пути к преодолению страха было погружение в ванну полную крови. Его удерживали в ванне, пока он чуть не задохнулся, но он выдержал испытания, не сопротивляясь и ни разу не попытавшись вырваться. Потом он заказал себе лату, напоминающую ему об этом опыте. Уже dark armor есть. Если он, конечно, пипотухом раздет на осюкидывает, то моё купающиеся в крови борожать. Борожать, купающийся в крови, это круто. Сюда латы запихнем. Так. Длинный меч. Аламеон. Есть два парных клинка. Короткий меч. Маламеон. Маламеон. И это длинный меч. Алязиаламиона. Тонче, чем у простого длинного меча. А по центру у него проходит узкий жёлоб. По всей длине идёт травленный кислотой узор в виде снежинок. Большинство которых сконцентрировано у офиса. Бронзовые офисы зажат с двух сторон белёсыми пластинками слоновой кости, на которых вырезаны грозовые тучи, несущий снег и бурю. Вырезаны в виде облаков, приносящих снег и ветер. Рукоять покрывает перламутр, закрепленный бронзовой проволокой. Головка рукоятки — цельный бронзовый шар с изображением символа Аурио — ромбовидной снежинки. Точно Фростмор, но почти один в один. Вся история этого клинка и его брата была подробно записана. Около двух сотен лет назад брону Левше, волшебнику из Шаната, заказали пару мечей во славу Аурио. Неохотно он взялся за работу и пять лет потратил на то, чтобы сделать аламион морозного папашу и маламион морозного малыша. Не судясь с Абероном в вопросе оплаты, жрец Ауриил хотел забрать мечи силой. Как закончилась эта схватка, точно никто не знает, но мечи Ау-Брена в руки служителя морозной девы не попали. Тридцать лет спустя в Прокампуре воин по имени Бердина похвалялся своим мечом, будто он убивает демонов с одного удара. Два десятка дней спустя на берегу нашли тело Бердина, утыканное отравленными арбалетными стрелами. Новым владельцем аламиона стал тщеславный и самовлюбленный вор по прозвищу Пелас Светлый. Четырнадцатью годами ранее Пелас случайно завладел меламионом и жаждал получить второй меч с тех пор, как узнал о его существовании. Пелас хранил их до самой смерти, которую он принял от коленка паладина Торма по имени Гориджон оценил пользу этих парных мечей в сражениях с огненными обитателями внешних планов, и много лет Аламион и Маламион переходили от паладина к паладину. Хелебан Итмонгенский, паладин Тира, был последним из известных владельцев этих мечей. Тем не посему свою безвременную кончину он встретил на побережье мечей, когда пытался искренне там пиратство и работорговлю. А, то есть вообще это меч плюс 3, плюс 5 против Саламандра. Гридный меч. Сопротивление огня, сопротивление холода. Здравствуйте, Ингуас. Здравствуйте, Тарасинго. Убийца плюс 5. Это что за герния? Падший паладин Матайн Чембрлен, по прозвищу Черная Страж, тематично, убил этим копьем сто одного рыцаря-короля, которому прежде служил. И с места Чембрлен вышло множество паладинов Тира. Отец Матайн от Гарлан убил могущественного верховного жерца Бэйна, угрожавшего безопасности всего королевства. Чёрная магия жреца позволила ему восстать из мёртвых. Его прозвали призраком Чембрленов. Жрец проклял весь род Чембрленов, отныне к детям появляются в свет только мёртвыми. Чтобы снять проклятие, нужно было скупить вину Чембрленов перед ним, и Матайн наследник рода вызвался сделать это. Призрак велел паладину убить сотню и ещё одного рыцаря-короля. Матайн принялся за своё печальное дело, убивая каждого рыцаря, которого встречал. Чареп и щит убитого он принесил призраку как доказательство. Король посылал против Матайна рыцарей и героев целыми отрядами, но падший паладин всяко раз побеждал их. Три года он истреблял рыцаря, и число его жертв достигло сотни. Он сказал призраку Чембрленов, что пора снять проклятие, но тот напомнил, что приказал убить сотню рыцарей и ещё одного. У обуреваемой виной раскаяния Матайн кивнул и тут же бросился на собственное копьё. Теперь, когда Матайн и Грилам были мертвы, а требование призрака выполнено в точности, проклятие было снято. Дух со страшным криком полетел в охерон на зов Бэйна. Какая страшная... Страшная сука! Твой мститель нашёл? А-а-а. Я нашёл. Этот серебряный щит когда-то хранился в руке Солана. Понятно, дождь сама. Бар, друид, монах, вор, двор, гном, полуворок, полурослик, человек, инсайт. Короче, эльфийский щит только для эльфов. Перекачивай, нельзя. Можем всё смотать, да. В принципе, аломион тоже можно туда кинуть. Сейчас посмотрим по статам. Оружие, в принципе, плюс 5. Как таковое. Так что, может, оно нам не зайдёт. Даже не прокачанное. Давайте смотреть. Убийца силы плюс 3. Количество атака 1. Дхака 9. Навык плюс 2. Убийца пуганин плюс 5. Базва Дхака 9. Отменив силы минус 1. Навык минус 1. Убийца пуганин плюс 3. Итоги минус 5. Четыре. А здесь... Плюс 1. Плюс один убийцы. Да, не минус 5. То есть минул шесть, плюс 2. Минасть четыре, минус 5. Минус 5. Топор пленных душ создали для защиты от оживленных трупов впавших в бою товарищей и врагов. Маги-южицы темных эльфов постоянно бросали нежить на укрепление дворфов. С этим товаром в руках джем от каменное дерево участвовал в битве мертвых, когда двадцать заглядных воинов-дворфов отбили атаку десяти дроу-магов и их войска зомби, упыры и пожирателей. Вдоль неизменно острого лезвия идет надпись «С каждым ударом освобождение». Топор плюс пять против нежити. Тематичненько. А что две атаки скопьем надо о что-то думать? Ну вот это да. Я просто тхака рассчитывал. На чем две атаки за счет того, что… как бы навык. Игорь. Игорь. да теневой танцор тут не очень получился как боевая единица целевушка пресс-то йорк много поздал я не беда я тоже немножко опоздал проспал но это знамение 2 символ руки перевознаю лапировкой где сниже сверху ах вот а защита от простого оружия али от магического скорее всего твачьи будильник спас нет мухолов звоню даже не удивлен точно сколько умными нужно должны быть маги чтобы в раскаленной вывести где лава течет по стенам носить мантий который защищает тебя от холода мотива гениально здравствуйте аржуртал эллибарда искр балет плюс два телезащита от магетра это прикольно вот макина с у у у у у у у у Сквозняки сильные, да, там в лаве, да естественно прям. Да всё время у меня в магичке был, смотря на её и хп всегда удивляясь, что так много для мага. Не, навсегда можно бахнуть Тенцина. Костануть камня-кожан, костануть тенево, тёмный меч рассечения плюс четыре, которые разрезают всё что можно, костануть Тензина и из пены у рта кинуться в бой. Чем в плане огня не сделать себе убежишь ещё в каком ну потому что блин там всё из огня состоит. А чё здесь делают водные элементарь, ну аля. Аля, это водяная, фу, это огненная пещера, водяные элементарь. Серьёзно. Вот, магмовые элементарь это я понимаю. А тут, кстати, огни на элементаре пятнадцатого уровня плюс. Как бы. Здравствуйте, Шепард. Сколько плюсовых вещей сыпется в живых партиях, такое реже бывает. В живых партиях такое вообще никогда не бывает, вы что. там оружие плюс три – это чуть ли уже не прям... А-а-а... божественное что-то такое... Чуть ли не со...ни со...соплями и слезами, огне и мы смотрим, что те потом... Оружие плюс три – а-а-а-а-а-а... хх, божественная благодать! Нет, нет, штабы. Конечно, нет. Здравствуйте, Владимир. До Наргнароса в рейд пошел. Молодому народу. Мы опытные. Заблудились, да, в планах. Хотели на план воды попасть, попали в Коевниную кузню. Нормально. Что теперь? ГМ не зависит от игроков. Как раз игроки от ГМа зависят. ГМ не зависит от игроков. Сейчас. Готово. Угу. Да, на моем пути. Угу. Элементаль земли. Ну, это я понимаю, да. Вот землиной элементаль, ладно. В это я более чем готов победить. 46, нифига себе. Боль брони минус 5. Ага, я, конечно же, не перекачался. Молодец. Да, действует только дробящее оружие, но гады. Так. Ты игры посылает. Известит ГМ игроков. Не, не зависит. Не зависит. Так, безрассудно двоемер на Гала. Чё, клятый слэм. Защита от хаоса. Это можно убрать. Где? Вот они. Это не то. А где заряды Мордекайна? Вот силовые заряды Мордекайна. Мои любимые. Так, его сэр до левел ап. Ваня, что сегодня день рождения ему можно. Сам Адрик специально призвали водяной, чтобы они испарились. Как в парилке. Так, видите, true vision. Облако, чё мы не знаю, давайте попробуем. Нет, давайте защитить от зла лучше. Мало массовую защиту от зла. Ну, мало ли. Пару дизлайков поставим. Ибо, ну почему бы и нет. Атангейт. Атангейт. Дейс. Непроницаемая чистота разума. Частивое слово. Отмирание. Отток. Перц смерти, серьёзно? А, ну да, злой же жрец. Чё я? Чему я удивляюсь? Уничтожение. О, щит архотов. Прикольная штука. Символ безнадёжности. Символ боль. Символ ошеломления. Символ смерти. Символ страх. Заглядь вызывает существуя из днешних планов. Демон бездна, который будет атаковать всех врагов. Да. Давай. Сивушка. On my way. А, ещё в ярости. Ну, подождём. Да. Да, защиту от дела взял. Сивушка. Ямлетка даёт партии легендарное из списка оружия, которое действительно насильно, но это не значит, что маг не может создать простой меч плюс 3. И это-то правда. Правда, она сломается через месяц примерно. И то при должном уходе. Обычно легендарного оружия вертится. Всю житель, и после победы существа, над которым оружие требуется, оно отбирается, гэм, под каким-нибудь предлогом. Обычно какие-то понимают это. Ну, это же Ваннишман, ему этого не понять. Сивушка. Не, я взял массовую защиту от зла. Пора дить 10 ярдов. Круговую. Можем, кстати, попробовать. Сивушка. 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 Бачion! Бачion Ферере! Ууу Юуууа Танария А趣 глубины родного демона ну ладно нет выглядит это конечно пафосно кто спорит этот путь не для тебя обитатель первичного плана любой первичный что пытается закрыть эти порталы встретить смерть от силы стихий и ты не собираешься мы закрывать вас у портала только попробуем и что-нибудь сделать и мигом вышло на тебя на твой родной план но так что будешь пролет мечтать это по еще посмотрим хвостынишка если бы твоя порода больше уважала нас чистокровных возможно вы жили бы дольше санкт-петербург атака шоу я я совсем забыл Эй? Эта леганский чар наполнен водой, по-видимому чар, чрезвычайно чистой. Ладненькая тут у нас чего. Эхэ. А на портал у них, видимо, здесь. Здравствуйте, Бекалорд. Да, да, я знаю. Да, мы тут, вообще-то, уже были. Ах, щас надо искать, где мы ещё не были. Это стейлс-экшн. С элементами РПГ. 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 волка. Кто-то мы, допустим, не возьмите на цвет ноякоте. Как даст думаем. well, hey, hah ha ha. джоктор это вот и делали а выходцы скажем так оттуда стрела мешают да стрела старая добрая стрела в колене так маленькая девочка посреди саламандра и нежить ну ни разу не подозрительно до девочка подземный гном кто посмотрит на вас она выглядит несчастно у него в руках небольшая сумка с яблоками две бутылки вина на шее у нее висит большой ключ а здравствуй девочка как дела как тебя зовут она показывает на свое правое предплечье на нем выжжено имя фенгла что такое не можешь говорить фенгла открывает рот у нее нет языка покажу его отрезали ловко отрезали думали с коленом и лезвием чтобы рано было поаккуратнее у вас фенглор и чем-то близится куда стоит яблок и швыряет вас да да почему ты подстрелил маленькую девочка так как человеке разойдитесь не понял не понял ну кто там Здравствуйте, Лекса. У нее ключ, надо убить девочку, давайте ее пройдем. Действительно. Здорово, мужики, как дела? Какие-то лучники, мощнее, прям. Ты хочешь мою фрезер? Готово? 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 А че вы ждали от нас партия-то злая? Ну все, конечно, круто. Вам отходит Фенгла, и сердечно возьмет вам руку на лоб, а то в этом уходит. Это призрак девочки будет? И что это? Или великая багия снова в деле? Здравствуйте, Навара! Здравствуйте, Кадабра! Я? Да. 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 Да? Да. 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 Ну вообще... А что, блин, когда все долбаные скелеты, вот эти вот имбалансные стопы, а? Прям не нарадуешься. Спуск в глубокую яму и дом ювелиры, а не я все-таки тускул часовой еще остался. Я думаю, что моих путешествий почти закончен. Хорошо, это акция! Что-то не было? Ну давай бронебойками побьем. Я думал, блин, их всех кончил это. Жутко, маги, так здесь мы уже были. А вдруг еще одного мы завели? Таитицкий конь, а? У. Гоев. Гоев, что отлетит от зоны. Я не хочу прощения, а не! Блин, я оттуда. Радоваться найти, что никтварей здесь нет, а? Так, блин, зараза, счастлив был. Так, блин, зараза, счастлив был. Полагаю, ты с топазами для огранки. Хорошо, положи их тут и уходи. Не мешай мне работать. Я не понимаю, о чем речь. Я думал, ты даже до балома маркета не настолько обалдели от скуки, чтобы соваться сюда и донимать меня. Я Норлу, ювелир. Маркет держит меня здесь, чтобы я огранил камни для его хозяина и делал украшения для его наложницы. А что у тебя с ногами? Маркет покалечил меня, чтобы я не пытался сбежать. Похоже, мне еще повезло, по крайней мере, он не врызал мне язык. Когда-нибудь этот болюток получит то, что ему почитается. Кто хозяин маркета? Маркет служит черту человеческого бога Алмана, поэтому мы уже знаем. Не найти его мы тоже знаем. Это на все уже известно. Давайте спустимся в очень глубокую яму. Уходи. Неужели Маркетовым громилам больше некому пристать? Надо отдохнуть старому Тарнхельму. Ты вообще о чем не собираешься к тебе приставать? Все вы пришельцы только умеете что-то, смотри, гонять на свурдниках, дочернить имя Кал... Калардурана. Господи, кто бы это ни был. Вы сюда приходите только за тем, чтобы пинать нас и мучить. Может, я тебе сам зубы выбью, чтобы тебе не пришлось утруждаться. А вообще как бы странно, с верфи Блинги по книге как бы воинами были, мягко говоря, очень мощными воинами. Здесь воротка слышит, по какой редакции? Ну, как бы на бумаге она по пятерке, а по факту она хрен знает вообще по какой редакции. То есть, когда я первый раз увидел, я думал, что это упрощенная пятая. Но когда я побольше вникнул в механику пятерки, я так понял, что она вообще не по какой редакции. А сюжет-то, ну, как бы сказать... Ну, мягко говоря, ховнище редкостное. Да, то есть, механик... Я сначала был уверен, что в пятерке так все акузуали. Я думал, ну, да, пятерка, да, упрощенная, да, нормально. Может быть, неплохо. Но чем дальше идешь по сюжету, тем больше отплевываться начинаешь. Вот так отвратительно просто. Я словами передать не могу, какой больной человек придумал все это говнище, если честно. Играйте, вот так, что... Это таки, как как-то любят с колон Toni, до того,.? Какая неожиданность! Может быть, сразу бросишь меня в яму, и покончим с этим. Лучше пусть меня заживал, су-шару, Джуки. Какой стрелке. Гитрицкий конь! А что вас тут увольнее делают? С жуками-крокодилами. Бой с драконом, точнее, я тоже думал, сейчас будет бой с драконом вообще шикардос. И летит, который умудрился контролировать дракона, серьёзно, да, вот. В общем, говнище редкостно. Хотя редакторы они обещали вроде как прикольно. В том же Divine Divinity, ну Divinity Original Sin 2 и Тори так-то повеселее. Там уж модули пара вышла. Я всё жду, что кто-нибудь возьмётся там переделывать Baldur's Gate. Там Fallout, например. А что там сюжет? Злой демон зло творит вместе с дроу. Очень злой демон, очень большое зло творит. Приходите в подземье и убивайте демонов. Всё! И куда тут дальше? Понял, никуда. Здравствуйте, Захар. Короче, мудрые договорились, что могут вращаться почти во всё, что угодно, включая нежить. Но по памяти помню, что элитидов тоже. А элитиды далече нет. Всё довольно странно, что друид может вращаться в нежу, на мой взгляд. А у тебя немного еды. Ну... Держите меня, Семер. Вот уж не подумал, что кто-то захочет нам помогать. Ты не такая уж и сволочь. Как мне сперва показалось. Возможно, ты поможешь нам ещё кое с чем. Давай. Мои сорочи раскрываются на далеко отсюда. У нас там лагерь. Бурый увольный. Ещё не нашли его, но скоро смогут обнаружить. Если доберёшься туда, сможешь отдохнуть в безопасности. И, конечно, если ты поможешь нам обороняться от увольни, мы будем благодарны. Как мне туда попасть? Эти всего растут в честь ямы. Увидишь, там такое небольшое плато. Если ты там немного погуляешь, бурый увольный обязательно придут поглядеть. А я уже отсюда чувствую, как они под нами роют землю. Когда увольный придел в стене проход, ты сможешь попасть в лабиринт удалей. Будь в лагере найдёшь по светящимся красным камням. А где, если там так легко ориентироваться? Почему бурый увольный до вас ещё не добрались? Хе-хе. Ну, видишь ли, бары увольный плохо различают красный. Особенность нельзя не даритьём. У них на глазах такая странная прозрачная плёнка, чтобы плыть, чтобы пыль не попадала. Они могут лечить по цвету камня такого оттенка от стен. Интересно. Апчхи. А ты, точнее, дроу обманул демон барлага и использовал его. Ну, то дроу доступен, допустим, барлага-то, конечно, обмануть может, но... Остальное странно. Ой. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вставай. Апчхи. Буду за написать ускорение всех ускорил. Ушка. Сочи-ка. Счищай. 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 Адвар Берсерк. У меня еще формула Стокия намного другой класс, он прикольный тем, что может притворяться бароном командиром стража, может стать белым слоном. Практически, когда прочие не могут, у него есть мутация в форме его собственной форме, включение в нежить, в древних драконов, уникальных мобов он не может, хотя молодого вороза-взрослого сможет, впрочем, да и маг с оглядьем смены формы. Ну, понятно, что в древнего не сможет, кто бы спорил. Так, атака неплохо начиналась. Тучка, вонючка, помоги нам! Пока полечим тяма. А уфу, суки, извините. ВИТА МОРТИС 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 Огненный шар читает закрепление Огненный шар и необузданную всплеску благосдействия. Молодец, сам по себе шарахнул шаром. Создавать дров? Нет, не имеют. Спасибо, что вызвали гвелый шах с левого. Возвращение подняло наш дух. Теперь у нас есть шанс спастись, только бы еще убраться от бурых увольней. Возвлечу-ка меня. Возвлечу и торгую чем-то. На зелье, в котором кто-то назовет мечтой волшебника, а кто-то самым страшным кошмаром. Выбившего превращается в слабое и неразумное существо, но при этом его интеллект достигает западельных высот. Одна из самых необычных целей, в которых он когда-либо попадал, а все выпившего его мускулы тут же разрастаются до нечеловеческих размеров. Совсем как у титана. А ловкое телосложение при этом снижается до уровня мокрицы. То есть, по этому мышцы здоровущие, но ты их даже поднять не можешь. Забавно. Чувствую близко, дебилок и кроликов, призыв Тонарии. Блин, ну да, Дикий Маг в этом плане поприкольнее был в Болрусгейте. Ай, спец к Дикой Магии, взрывающиеся белки. Вообще красотень была. Ай, спец к Дикой Магии, взрывающиеся белки. Ай, спец к Дикой Магии. Говори на всеобщем. Простите меня, уважаемый покупатель. Я буду говорить на всеобщем языке к нашему обоюдному удобству. И о нем. А что темные эльфы делают в поселении подземных гномов? Ведь они ненавидят дрова, разве не так? Эльстока нужда в труде временно сильнее, чем ненависть. Я мыслю по-деловому, мне не волнуют мелкие расовые предрассудки. У подземных гномов есть камни. У меня есть товар. Это прекрасное сотрудничество. Очень выгодно. Ах, ай, не. В бедовое луч устранение. Огненный шар замедленного действия. Сфера хаоса. Уай. Клетка с экзотическими птицами, клетка с белками. Хотя мы продадимся по полной. Сфера хаоса. Так, священный долг. Кто это? Путик замещательства. Безглавить противник. А он нормас. Сфера хаоса. Как дыхание мор 1. Заряды воскрешения. Ааааааааа. Огоагааа Ооооо… чай мужик мы тебе продадимся полностью все Продолжение следует... Нельзя просто так взять и продать все кликом, одним кликом в старых играх. Нужно 40 раз все перетыкать. Так, мантия-некроманта, скорость, колода, колода. Вставной заспег, длинный меч, боевой топор. Клинный меч пламени, кинжал мага, маркин штерн. Сум ты не покупаешь, не отклину, я не продам. Мантия. Простишь там, как будто бы камушку откладываешь в кучку, да? Да, надо бы все определить. Так вот, зараза, и сумки это определить не хочет. О, роковая алибарда. Ай, так, во-первых, вот эту штучку, давай сюда. Да. Пожар. Так. Так... Чего же дали от дрова? Меч, меч, меч... Хорошо, мужик, давай я тебе продамся полностью. Не, вероятно, сего бы здесь огнен шар пятого уровня. Отвратительная штука. Не, конечно, если у вас есть иммун к огню, тогда нормально. Атака отвратительная. Не, мужик, но обознавать по две штуки, это как-то несерьезно. Ну, ты не находишь? Готово. Сырка. Из-за него война эльфов-дров с двором началась. А, ну еще в ярости, блин. Вот с учетом того, что это дрова, я бы не удивился. Так, хорошо, если здесь нельзя отдыхать, то где можно? Так. Прошу щит, блин, щит ребротив питательного. Тим Джонхауса. Секирослужителя. Мечмогильщика. Мечмогильщик, получивший название за способность отправлять воинов в могилу, принадлежал наемнику Адалу Керну. Этот талантливый пехотемец со своим отрядом разрушителей Керна послужил множеству военачальников, бандитов, волшебников и религиозных лидеров. Как правило, этот отряд ставили в первых рядах, чтобы встретить атаку тяжелых кавалеристов и расстраивать их ряды. Керна погиб в 1054 году по летоисчислению долин, когда случайно убил лошадь под противником в тяжелом доспехе. Лошадь рухнула на Керна и придавила его насмерть. Последовало безумное сражение, и в горячке боя почти все его товарищи потеряли друг друга. Тело Керна так и не нашли, но его знамитые мечты таки разыскали после нанимателя воина-жерца Керна. Секиротомли 4. А, кстати, да. Ну вот так. Я думал, надо вручную. Секиротомли. Секиротомли. Телегитации Кофе Кереши. Колок łакбельня Вейна. Бонус колл до 10 до 4, я сам такое умею. Да, ух уж эти шлемники. Так, кольчуга жизни плюс 3, максимальная. А, да, ты же их не носишь. Все время забываю, что этот следопыт не носит кольчугу. Все время забываем. Так, вот так вот. Я пошел. Жрецы добро не опознаю, сейчас опознаю. Волноватный доспех плюс 1. Дешево и середина. Вот. Ну что? Что посмотрим? Можем ворпальную катона посмотреть. Как таковую. Затем, кстати, заклятием по бою ноги нас очень больно шарахнули. Ооо, ворпальный клинок. 3%. Ай, зараза, даже не знаю. В принципе, она стоит того, на против боссов она работать не будет. С другой стороны... Тут трес есть. Хотя вот сколько из рядов мне очень интересно. Где они? Пять. Всего-то лишь. Всего-то лишь пять. Ну блин, это в лучшем намного лучше. Чем ничего. Что там то, что постоянно ругаешь, что мы вздыхаем. Это хоть что-то. Так. Сейчас получится. Всё справедливо. До второго уровня. Всё правильно. Далеко. Что сейчас? Так, забирай копье, забирай дуду, забираем меч. Полет. Ну все. так давайте посмотрим на пару заклятий может быть что-то нам интересное лично читать это заклятие ловчие взрыв не шура рубиновый луч огнен шар слотно будет что-то так выдать кислотная дождь первый раунд у нас 11 до 4 кислоты он следующий 368 выйти из зоны охоты пострадавшие существа продолжит получить рон так как сюда введается в кожу каждый раз делать подборство против заклятия если вы за спешим то не получает вот рауту к половину урона и зная сомнительно ну ближе смешуру это тварь которая очень больно пьет бумага прочитав это заклинание заклинатель призывает магическое создание внушительной силы называемая нишру на первый взгляд она кажется разновидностью туману но при ближайшем рассмотрении оказывается что-то кипящая вспенивающаяся красноватая масса испарениями который живет собственной жизнью притягиваемой к магии как моделью к пламени и шуру питается магической энергией окружающего волшебников и используемой ими частью вызвать это существо безопасно поскольку он не нападет на того кто его вызвал создание носит него к физического урона хотя сама ну у зима для такового каждый раз когда нишу касается заклинателя и обхватывают его самую щупать им происходит два эффекта во первых все много зарядное магический предмет находящийся противника потерять один заряд или будут уничтожены или если этот заряд последний во вторых заклинатель теряет одно запомненное заклинание самого высокого уровня который выбирается случайным образом а вроде взял они от не взял сверху цевушка поехали гада кто ты издеваешься господи как ты это делаешь объясни мне бутылки на эту нема одна была тема это не опасно быть концом в антердарке да для многих однако заниматься этим уже более четырех сотен лет и доводилось бывать во многих местах где наступала нога темного альфа не поверишь насколько огромны могут быть возможности скромного торговца правда где-то побывал это ты не поверишь когда я пну твой вздыхающееся тело уже в настроении оказать миру услугу а дверь измерения это грязно лью а добро пожаловать грязному лью сэра может предложить вам прекрасный выбор различных товаров прямо из водичекешок фэруна и почему тебя называют грязный лью это за мои слабости к прекрасному полу знаешь ли я тут прославился слабостью к прекрасному полу прославился а успехи сбору здравствуйте да неустановились мы хотим спросить давно тебе тоже нравится что старых добрых полу за х и сенделлах а шесть героев по те они как сортина 4 максим по большей части наверно да из героев как-то поинтереснее смотрится ты на зелье готовы испанных и очищенных духов троллей то есть поймали тролль выжили из него душу вернее дух и сделали из этого духа зелье такой платил только самым сильным некормантом и чародеем ведь получается сильно целебно зельем годовенно излечивающие даже самые серьезные раны нормально а и и а и и и и и play v raw и если бы что вызвали алгаев из шахт его возвращение под Whitney наш дух 1 шанс спастись только в еще беречь на этих увольнее а с тобой мы уже говорили так хорошо не за что было хорошо теперь безопасности прощаю вот и левелап долгожданная гадиска мы все еще не можем найти последний этот последний знак вот и темная мы не видно дна теплого воздуха кто поднимается персть это пускается назад в медленном но явном ритме и время три сторона в подземелье вместе с сестрами дочки матери играем это так где же тогда у нас последний значок кого мы еще не кончили да а здравствуйте амтоха сейчас 1200 до 100 лет Так, погодите, за сто лет до событий в книге Долина Ледяного Ветра. Там ему что-то порядка сто двадцати было. К тому моменту. Вроде бы. Так что сейчас ему двадцатка? Не, сейчас он уже в Академию поступил. Не волнуйся. Если мне память не изменяет. От Заку он будет бегать еще лет через десять. Или через двадцать. Мы тут не были. Мозг готов развалиться в любой момент. Вы не можете по нему пройти. Окей. Двадцатый. Знаешься. Продолжение следует... 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 Желез... Идан... Продолжение следует... 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 На моем пути. На моем пути. Это старинный дворфийский торкад по инженерному делу. Хотя он написан на языке дворфов, кое-где между страницами вложены чьи-то заметки с переводом. Эта книга подробно описана в то устройство подвесных мостов. На моем пути. Не волнуйся. Телефен, Спайдер Мэш. Имя знакомое, но вот че-то деяние его не помню. В Балдерс Гейте есть очень крутое оружие. Плюс четыре, плюс пять только для злых персонажей, которые душу постепенно твою уничтожают. но здесь мы че-то для злых не находили ничего. не вовсе. А, утром! Играйте. Здесь я не знаю. Играйте. Продолжение следует... и украинский долбанное ледяное дыхание вот и давайте сделаем проще до подкройку ножку подложили книгу все заработал и как и 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 конечно обычно к сложностью к боге боги сами по себе всегда боги на любых сложностях ну и что тут у нас еще один роб говори что тебе нужно а еще того кто тут самый главный это я отжарел это брат я тут правлю ну и что тебе от меня надо я твоя регалия правителя какой титул ты носишь по какому праву ты здесь власть тоже жарю по такому праву малявка что у меня есть этот значок такие господин дает всем правителям которых назначают раньше он приезжал моему отцу а теперь и мне мы все сейчас будем заходить издалека да мне рассказывали что само надо очень мощно ну что тут трав нет великан нет что это что ему надо хочу кое-что спросить по двум логу разбрасывать человеческие кости почему люди еда летали до зубы еда клану ты ешь людей люди эльфы дворфы неважно все это деньги там уже особо нужна своемушка да настанет мордобой и а но это это и но так 240 опять же стрелы качаются здравствуйте сорти Субтитры делал DimaTorzok 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 Не служу я великана. Микрофон себе еще выргнул, зараза. Так, не служу я великана. Конечно, мне легко поверить в это. Хорошо, предположим, ты говоришь правду. И что тебе нужно от меня? Хочу кое-что спросить. Вон тот скелет, по-моему, он потрясающий. Знаешь ли ему что-нибудь? Этот скелет? Всякий раз, как взгляну, его прям дрожь пробирает. Только вот чья, но я понятия не имею. Может быть, это останки огромного змея. Не зря же эти места называют ледником зуба змея. Кто знает? Отчего тебя так пугает? Всю жизнь мы слышали истории о таких созданиях, но никогда ни с чем подобным не сталкиваемся. Когда рассказывают про леших привидений драконов, привыкшие думать, что это сказки, которыми пугают детей. И я никогда не верил, что драконы бывают, а тут увидел скелет. Теперь вот думаю, сколько же еще прав в этих байках и сколько всего поразительного в мире. Кто ты? Ладно. Пластые камни. Показать мне! Показать мне! Показать мне! Показать мне! Я устраиваю, чтобы спрятаться вокруг, как милый милый. Давайте найдем его в этих теплых домах. Продолжение следует... Что теперь? Готово. Ээээ... Так нам послушнее, это злое, охотечно злое... Да, короче, злое не могут это использовать. А жаль. неизвестные перчатки, неизвестная кольчуга, топор джорила, меткости, опять игнорируешь мои важные вопросы. Так, ладно, если темный паладин будет верить в добро, кем он станет реабилитировавшимся паладином, нет, обычно темные паладины очень глубоко погрязают зло чуть ли не с концами, и поэтому как бы в добро они уже не верят. Это как джедая, только остается только одна сторона типа темная и все, темная сторона силы. Все, идем, ну че нам конец готовит. Чем перестал игнорировать, с другим разбирался. Так, вот так вот. Лучший паладин начнет верить в добро, механика игры запрещена. Зря уходишь, так почему, я там все уже сделал, знак я достал, больше мне ничего не надо. Здравствуйте, Воробийская. Если бы я сейчас расследовала, я же говорю, мне в принципе ничего там больше не надо. Голос застал. Да у меня этих колечек, блин, все равно еще не вашу. Голыми зубами грызу. Ну да, да, темная сторона, что-то не паладин. Естественно. Ну просто это как бы типа анти-паладин. Считается. Считается. Так вот так выглядит. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Но не так быстро, чтобы избежать Ротгар с бандой начать их экспедицию. Я видел Крег Фростбеерд и его гианты из-за Аваланга, которые уничтожили Ротгар, Акалия, и те остальные беды. После этого, я не очень важно, что вы делали, пока вы увидели Хартстон Гем из Акзономи. Я думал, что Эриндель был единственным человеком, который использовал его. Но, когда я убил его, я думал, что война закончилась. Я точно не ожидал, что вы возьмете Ларилу в лошадной руке. Очень умеется. К сожалению, ваши действия, после этого события, были нескольченными. Ну, во время вашей степени планирования через Сверхознадзор, Попады и Сверхознадзор, Я был строителем силы по-другому, 外側 Сверхознадзора, чтобы быть специфичным. но я не кусочек уже классно да пошутил что я не буду рассказывать о своих плавах и ссо юси и destruction of my forces here simply prevents me from having reserve troops during my conquest of the day it's a good thing you can't see East Haven now it would probably break you to see how easy it is to crush houses and cause temples to explode everything you've done is pointless I am the beginning and the end of this story I and only I will determine how it plays out good bye вот и потрались Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Интересный выбор слов. Да, Восточная Гава немного изменилась со времен твоего последнего визита. Теперь, как видишь, я поравлю этим городом. Как? По крайней мере, ты не изменился, вижу, твоя маня величия никуда не делась. Ах, наглый пес. Как смеешь, что говорит со мной подобным тоном. Я помог Ак-Замир, господин этой башни, и уполномоченный правитель Восточной Гавани. Да и кто тебя уполномочил? Аквилин, ты все еще понятия не имеешь, чему пытаешься противостоять. У правителя много имен и форм. Его могущество невообразимо. Даже не надейся взять на дне вверх. Просто-напросто сдайся мне. Я хотя бы буду милосерден и позволю тебе убирать быстро. Ты сам себе послушай, ты не король. Баквилин тебя использует. Неужели ты думаешь, что он поручил бы управлять городом такому идиоту, как ты? Правитель пожелал, чтобы я правил этим городом. Завернув службу, он наградил меня этой башней, этим великолепным дворцом. Здравствуйте, Михаил. Да, Дикимакси еще мужик. Ну и как же жалкий торговец мог послужить такому демону, как Баквилин? Заход в Восточной Гавани был неизбежен. Повелитель с самого начала намеревался покорить этот город. А мне надо было только устранить некоторые препятствия, чтобы никто не помешал его планам. Погоди, о чем ты? Это я первый предложил послать отряд Кулдахар. Я знал, что хвостун Храдгар не применят воспользоваться такой возможностью. И броситься на помощь, а заодно утащить с собой с города всех остальных любителей махать мечом. Так погоди, экспедиция была ловушкой? Да, бонусы есть. Здравствуйте, Сокол. Там плюс уровень вроде читается. Нет слов, в каком я был в восторге, когда мой маленький план сработал. Я просто смеялся до слез, когда эти ваши экспедиции рвануло в горы и оставило беззащитную Восточную Гавань, которую теперь можно было взять голыми руками. Понимаю, тебе было известно ловушки на перевале, и ты отправил нас на верную смерть. Ну да, хоть кто-то из вас и выжил. Вы даже умудрились стать серьезной помехой господину. Жаль вас разочаровывать, но этот ваш поход закончится здесь. Я не дам вам открыть моего господина от исполнения его грандиозного плана. Что это за план? Ха, вы что, серьезно думаете, буду и вам все это рассказывать? За какого дурака вы меня держите? Если бы держу тебя за горло. Мы еще посмотрим, кто сегодня простанется в жизни стража. Убейте их. Убейте их. М�я лот нет. Продолжим думать, что вы же подойдете? korhim с law atliftinglynождённостию зона впечатления. так ладно нужно забаваться перед всем этим делом я я я я я я я я я что там что там и 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 заши отскочить чисто не знаю есть вообще сборка как бы программа сборки пвп без нее в принципе можно поискать по собирать воды пона на урис а не убирай до конца не имеете этикеты до конца не умирает хорошо оба не а а это а у у у а а и у у Что-то я не понимаю, как эта фигня работает. Что-то я не понимаю, как эта фигня работает. Да, сработало. Что-то я не понимаю, как эта фигня работает. Так, он хорошо его убил, и что дальше? Или это просто как бы приятно? А, вот, лезется. А, вот, лезется. Убил... Ау... 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 Меркула он тоже кончил. Ау... 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 Моя... Ау... Ау... и она по модулю до модулю мистер убил омирб держи Поколин это будет больше, чем бостить, чтобы дать вам победу сегодня Джеред Стон я... никогда не видел его Эверард, как ты сюда попал? Глифы. Они разрушили, когда я чувствовал темпы внутри меня, называя меня в борьбе. Я знаю сейчас, что я должен сделать. Что Джереда должен сделать. О чём ты говоришь? Глифы Джереда-стона – это участие в сакривании. Сакривая себя, чтобы другие могут жить. Это была Джереда. Это была моя выбора. Мне очень много времени. Очень много времени, чтобы понять, что необычность в такой жестке. Эверард, остановись! Что ты делаешь? Эверард, культура, империям! Маскин! Вы считаете, что я могу мне так легко тратить? История не успешная. Преста не успешит, но не успешно. Я вовремя секретов, чтобы уехать портал. Это только время, до того, чтобы я открыл дверь. Не успешу, твоё время пришло, мы остановим тебя. Продолжение следует? По-другому. Мой время только начался. Все эффекты развеяны. О, мать твою. Тащи ловушки в круг. 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 Орбуз! В последнее разрушены, демона потерялся с плацем, который разрушил стены подсолнечной церкви. Но героям момента победы был кратлен, потому что форма их взорвавшего врага была бродана на плену. Продолжение следует... 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 целых двадцать минут поспал там божественный сон я взял уст а демпортируйте сажи сайфа там видно ладно дамы и господа на сегодня поскольку читушка слабак к сожалению все и помните ежели вам понравилась трансляция подписывайтесь на канал и ежели вам очень понравилась трансляция там есть группа вконтакте ну и еще есть час трима ходе халтурить завтра выходной а кто-то чего еще халтуре от серьезно встречи выходной притеремся кроме халова так как он погиб посадим на его месте но вот играем история вот так как голый будет уйтить колотить но реально голы полтурщик злые вы силы злые обижусь на вас так начал бишь я а ну это все до завтра за боби не лёгся по великанам но по гигантам вернее рыжая друидка нет не займет рыжая друидка это отвратительно ну как бы друидка отвратительная то что она рыжая она рыжая это круто а то что друидка отвратительно не бойтесь трагично если вы смирите своем бачкинство он там бачкинство победит так ладно давайте запись остановить